Продолжите фразу «Мороз и солнце, день чудесный». Мороз и солнце, день чудесный. Всегда веселье, всегда улыбка. А кто написал, знаете? Нет. Как продолжается стихотворение «Мороз и солнце, день чудесный»? Честное слово, когда-то очень, в моем возрасте уже вполне можно забыть. Хоть я очень много читаю и стихи очень люблю, но что-то не читал такого. Я не помню. Я тоже не помню. Вы можете продолжить строчку «Мороз и солнце, день чудесный»? Не помню. Естественно. Продолжите. Время вдруг прелестный. Пора, красавица, проснись. Можете продолжить стихотворение «Буря мглой небо кроет». Честно, помнила когда-то, но вот сейчас только Лермонтов в голову идет. А это к чему стихотворение? Бунин, по-моему. Но я не уверена. Знаете ли вы продолжение стихотворения Пушкина «Буря мглой небо кроет»? Знаю. А дальше как? Не помню. Вихри снежные крутя, то, как зверь она заводит, то заплачет, как дитя. Вихри снежные крутя, то, как дверь она заводит, то заплачет, как дитя. Мороз и солнце, день чудесный. Кто написал, помните? Буря мглой небо кроет. Сможете продолжить? Вот такое. Вихри снежные крутя, то, как зверь она заводит, то заплачет, как дитя. То, как зверь она заводит, то заплачет, как дитя. Александр Сергеевич Пушкин. Тучи, не помню. Вихри снежные мисят, то, как зверь она заводит, то заплачет, как дитя. Знаю Пушкина, но я давно забыла стихотворение, к сожалению. Сможете продолжить строчки «Буря мглой небо кроет»? Вихри снежные крутя, то, как зверь она заводит, то заплачет, как дитя. А как вы к Пушкину относитесь? Не, не читаю. Совсем ничего не читаю? Буря мглой небо кроет. Сможете продолжить? Вихри снежные крутя, то, как зверь она заводит, то заплачет, как дитя.